здравствуйте люди о наталья здравствуйте дамы мои дамы как ваши дела наталья у нас там инсайт произошло и так понимаю да у нас есть две крайности девушки мои хорошие золотые простое действие с поражением сценарий и простое действие сценарий с победой и пока победа как цель не станет основополагающей мы будем без конца проигрывать и это называется психотравмы и чем больше мы проиграли тем меньше вероятность того что мы вообще чем-то будем заниматься как у лидии получается и вязать и стрелять и бегать и танцевать вот где-то где-то рассеять свое внимание чтобы не заниматься основным потому что слишком много было нельзя не ходи то есть запретов стереотипы подружки делают так не понимая причины почему делают так и вот это вот без конца поскакали образа построения очень быстро смещающиеся один второй третий четвертый это называется поверхностность значит тогда результатов не будет никаких никогда никогда и будет разочарование безысходность и весь мир сволочи гады меня не любят он агрессивный такой и севой а причина совсем простая не сепарированы от родителей от семьи переповтор переповтор борьбы отпустите меня хотя на самом деле никто никого не держит но это внутреннее состояние она не позволяет самореализоваться в чем бы то они потому что присутствует оглядка в прошлое канат такой и баржа что мама скажет у нас так не принято у нас так не делается надо должен обязан я кому сказала так принято у нас а что скажут люди что обо мне подумают и вот этот коллапс он без конца в голове а когда вы к себе от мамы от папы сепарировались и понимаете что ваша жизнь только в ваших руках тогда собственно говоря и начинается разбор полетов почему вот такие занятия они более продуктивные если заниматься еженедельно потому что взгляд с разных сторон дает возможность быстрее учиться да неприятно да смотреть на вылезающие все это это очень неприятно но это очень продуктивно если человек действительно хочет изменить свою жизнь это та потребность которую нужно реализовать при как еще называется предназначение все что легко ваше все что тяжело чужое как только тяжело у человека рассеивается внимание в момент это не хочу вот это это не хочу вот это вот это вот это вот это вот это вот это распределение нагрузки для того чтобы не заниматься своим почему обратный ход отклик от людей ли обратная связь она сразу дает понимание на что люди откликаются на что нет вот на букеты фруктовые откликаются а мы это обесцениваем потому что мамка сказала ерунда ерундистика побежала вязать сижу вижу вообще не моя история от слова совсем бросила побежала побежала в другое место а там где хорошо достойно и классно где вот и драйв внутренний мотивация называется и делается все легко туда нельзя потому что так мама сказал вот это и называются наши запреты и вот мы сидим в этом треугольнике безысходности и не позволяем себе оттуда выйти все нам нельзя за при ты вот вероятности работают уж видели эту таблицу вот и ищите вероятности какие любом случае запрет проходят столько если ты пробуешь по-другому да то есть ты противоположно по крайней мере начинаешь двигаться в противоположную сторону тогда выходит инцидент как образ вот это обязательно потому что внутренняя сигнальная система тела она всегда реагирует или на боль или на страх потому что для тела это стресс напряжение и она больше не готова от больной головы нести такие убытки потому что ресурсная база тела она ограничена преобразование отрицательной энергии да мама сказала нельзя папа сказал нельзя или перед носом дверь закрыли это триггерит но когда вы осознаете что человек перед вами дверь закрыл не мама и не папа и вам далеко не пять лет вы говорите господи еще неизвестно кому повезло разворачивайтесь и идите заниматься своими делами но выводы по отношению этого человека вы делаете вот он способен таким способом или она способна таким способом а теперь смотрим какие были последствия когда мама дверь закрывала папа дверь закрывал значит вас заставляли принуждали каким-то действием называется принуждение или воздействие и вы начинаете на автомате это делать что такое зависимость зависимость это когда мы рассчитываем на одно от нас отказываются и мы цепляемся и вот эта зависимость эмоциональная как же так я же ничего не сделала плохого и выматывает нас прям нервы как на кулак а когда вы отпускаете грите ничего страшно ничего страшно мне есть чем заняться и перещелкиваетесь тогда человек понимает что он не смог на вас воздействовать а очень хотелось и начинает к вам идти вы горите опа и двух недель не прошло что случилось нашем королевстве и сразу получаете ответ что от вас надо но мы это пропускаем потому что эмоциональный интеллект не работает 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 слова мама конечно да 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 вот это называется сигнальная система просто начать она не получится сразу значит надо каждый день по чуть-чуть это но это позволит себе что-то новое из расчета интерес и смотреть отклик будь отклик пошел вопросов нет идем отклика нет значит не люди не откликаются я подачу даю неверно не интересны не верю не живу этим не живу этим значит обман самообман значит это чьё-то убеждение которое вот въелась в голову въелась значит чё то есть очень веское очень глубокое очень такое смысловое мнение как оценка мамы и папы и подружки там еще кого-то или отзыв какой-то вот сотрудник на работе